шалом в продолжение разговора о том что представляет собой община мессии давайте подытожим а три важных момента которые мы обсудили в предыдущих программах первое не хорошо человеку быть одному это сказал сам господь бог еще до греха падения мы созданы для общения и истинная вера в мессию соединяет верующего человека с другими людьми обязательно с его братьями и сестрами в мессии новый завет говорит о мистическом теле мессии а также о вполне конкретном его физическом проявлении о поместной мессианской общине новом завете конечно полно таких примеров таких общин это адресаты посланий павла в разных городах таких как крим эфес и прочее ну и также конечно ранее иерусалимская община жизнь которой подробно описано в книге деяний апостолов второе мы сказали что не всякая группа верующих людей которые периодически собирается для молитвы изучение писания и с другими религиозными целями является общиной в библейском смысле этого слова что а чисто человеческой религиозной тусовки настоящую общину мессии отличала отличает то что отличало самого еще от его современников а именно духовная власть благодаря которой а через его жизнь и служение бог распространял и утверждал на земле свое царство то есть свое управление ну и третье для распознания этой духовной власти что мы говорим о том как нам простым смертным отличить пшину от тусовки для распознания вот этой вот самой духовной власти от нас потребуется соответствующий духовный настрой то есть готовность подчиняться настоящей духовной власти там где она есть то есть иными словами можно сказать так точно так же как невозможно одновременно быть верующим в бога и игнорировать его заповеди потому что вера означает доверие а если вы доверяете вашему врачу то вы выполняете то что он вам прописал все слушаетесь его вот точно также невозможно быть верующим с одной стороны а с другой стороны игнорировать народ господа бога на земле и ту духовную власть которую он получил от еще но предположим что вы ищете мессианскую общину не для того чтобы просто прийти туда со своим собственным уставом в чужой монастырь как говорит русская поговорка вы действительно хотите быть одним из ее членов и жить полноценной жизнью верующего человека как же вам отличить ее от тусовки где признаки той подлинной духовной власти которую господь бог доверил своим людям по моему таких признаков три это руководство общины соответствующие библейским требованиям это взаимная любовь и подотчетность членов общины вот этот это второй признак любовь и подотчетность и третий это бибрацкое отношение к другим верующим вешу мы пойдем в обратном порядке и начнем с последнего признака что является противоположностью братского отношения к другим верующим это убежденность в собственной исключительности и высокомерие среди тех кто верит вешу встречаются такие люди которые убеждены что вот только они настоящие верующие а все остальные ну так себе непонятно кто в лучшем случае они верующего второго сорта в худшем они вообще не верующие откуда у них такое убеждение это вопрос второй то есть одни гордятся своим харизматическим лидером которого они воспринимают как гуру и практически обожествляют то есть любое слово гуру для них важнее писания при этом они конечно говорят что важнее всего конечно писание но только их гуру понимает это писание правильно и правильно его проповедует они совершенно не способны или не хотят оценивать высказывание своего гуру и его поступки критически то есть просто не допускают мысли о том что и на этом солнце могут быть какие-то пятна другие гордятся своим особым видением то есть своей уникальной миссии они считают что через них и только через них господь бог собирается сделать на нашей с вами земле нечто совершенно особенное и уникальное почему именно через них ну по разным причинам например потому что они собираются в каком-нибудь очень особенном месте скажем возле гробницы какого-нибудь пророка или там где давид поразил голиафа или еще в каком-нибудь святом месте где однажды согласно пророчеств должен пробиться такой фонтан благодати божьей которого мир еще не видывал третий миссианские евреи но не простые как в соседней деревне а очень особенные у них а вот дальше выбирайте сами там что именно особенное особая литургия корни которые восходят там аж к эпохе первого храма или особый свиток торой написан еще в 16 веке или бог знает что еще особенно в общем вы понимаете о чем я говорю я говорю о сектанстве я говорю о сектантском духе понятно что есть люди которых бог наделяет особыми харизмами понятно что на нашем круглом шарике есть какие-то особые точки тут и там и понятно что еще есть наверное какие-то особые вещи которых я понятия не имею но и не отрицают того что они есть и могут быть однако при всем уважении и харизмам и к людям которым который которым Бог их дает, которых Бог призвал к служению в особых местах и в особых обстоятельствах. Мы все, без исключения, являемся, на мой взгляд, прежде всего, членами тела Мессии. То особое, что нам дано, что бы это ни было, дано нам не для нашего собственного эго, это дано нам для служения другим людям в смирении и в простоте. То есть для самых, что ни на есть, обычных людей, и не для особенных людей, для самых обычных людей, для самых обычных мест. Если мы действительно хотим служить вот этим самым обычным и простым людям, то мы, в первую очередь, сами должны отождествляться с ними, а не превозноситься над ними. Если мы этого не понимаем, то мы, на мой взгляд, находимся в обольщении, а тех, кто обольщает сам себя, держаться лучше подальше. То есть Бог призывает нас не только к чему-то конкретному и особенному, но и к единству с Его детьми. Это очень важная составляющая нашего общего призвания, на мой взгляд. О единстве в Писании сказано немало. Единство учеников было одной из просьб Ишоа в его последней, в одной из самых последних его молитв, в той молитве, которую он произнес в Гефсиманском саду перед арестом. Сам Бог, в Которого мы верим, Он един. Если мы говорим о том, что поклоняемся Ему, единство должно быть и для нас чем-то очень важным, и не на словах, а на деле. Это что касается братского отношения к другим верующим. Следующий момент, следующий критерий, отличительная характеристика настоящей мессианской общины – это взаимная любовь и подотчетность. Что это такое, о чем идет речь. Общины – это духовная семья. Нас объединяет вера в Бога и в Его Сына, в мессию Ишоа. Мы верим в Бога, Который есть любовь, и Ишоа заповедал нам любить друг друга, так как Он любит нас. Он даже сказал, что именно по этой взаимной любви нас будут признавать за Его учеников. Так ведь? Да, в теории все это так. Ну а что на практике? А на практике люди или стремятся к этому, или нет. Или это важно для них, и даже очень важно, или даже это на первом месте стоит в их списке приоритетов. Или же на первом месте у них великие проекты, или энциклопедические познания в Танахе и в Новом Завете, да и мало ли что еще. Поймите правильно, речь идет не об идеальной общине, а о той, где любовь к мессии – это нечто большее, чем тема проповеди раз в году перед Песохом, чтобы подготовить народ к ритуалу омовения ног. Как это бывает иногда. Искренний интерес, заботу, сопереживание и сострадание ни с чем не спутаешь, и вы прекрасно знаете это сами. Вы также знаете, что получить и отдать все эти вещи в толпе невозможно. В толпе личность стирается, а любовь есть только в личных взаимоотношениях. Тусовки зачастую привлекательны именно тем, что они небольшие. Там можно ближе познакомиться с людьми и завязать дружбу. Но реальные взаимоотношения вполне можно построить и в общине. Для этого община должна быть или не очень большая, или в ней должны быть так называемые малые или домашние группы, которые собираются раз в неделю или в две. Любви также нет без подотчетности. Что я имею в виду? Ну, представьте себе, что неженатый молодой человек из общины начал встречаться с девушкой. Предположим, с верующей. Они влюбляются, начинают жить вместе, ведет сегодня в порядке вещей. И планируют пожениться в скором будущем, когда подкопят чуть-чуть денег. Ну, а пока поживут так. И вот они ходят за ручку, посещают собрания, мило улыбаются друг к другу и всем вокруг. И мой вопрос, как община реагирует на эту ситуацию? Делает вид, что все в порядке, и их отношения это сугубо их личное дело, в которое никто, третий, не имеет никакого ни малейшего права совать свой нос? Или же община объяснит им спокойно и с уважением, но очень ясно и твердо, что они не могут оставаться ее членами, поскольку Новый Завет однозначно исключает возможность каких бы то ни было вне брачных связей, в том числе и до брачных. Что если они действительно хотят стать мужем и женой, то для начала им нужно разъехаться и жить до бракосочетания раздельно. И что также им очень желательно подготовиться не только финансово, но и в других отношениях к браку. Например, прослушать курс лекций или провести ряд встреч с руководством общины, которое поможет им понять, что есть в браке кроме секса и денег, при всей важности обоих факторов, разумеется. На Западе вот такие принципы общинной жизни сегодня исключительно непопулярны. Что неудивительно, ведь община там воспринимается сплошь и рядом просто как место, в которое ты можешь прийти за утешением, за ободрением, за вдохновением, но никак не за наставлением в праведности. То есть никак то место, где тебе помогут осознать твой грех и расстаться с ним. Вообще само слово грех там практически вышло из употребления. Политкорректно сегодня говорить не о грехах, а об ошибках. Когда 45-летний, к примеру, пастор развелся с женой, бросил ее детей, женился на молоденькой секретарше, с которой он пару лет до того изменял жене, он не согрешил, он совершил ошибку. Ну, кто ж не совершает ошибок? Вот я вот этот вот текст печатаю на компьютере и промазал. Не на ту кнопку нажал пальцем. Получилось, что опечатка. Ну, вот и он тоже промазал. А Господь-то милостив, да? Кто-то сказал, что крест Мессии – это то место, где грешника отделяют от его греха. На кресте встречаются милость и суд. Да, милость, безусловно, превозносится над судом. Но только при одном условии, что мы оставляем грех. Бог любит нас и принимает нас такими, какие мы есть, но он любит нас настолько сильно и по-настоящему, что ни за что не позволяет нам оставаться такими, какие мы есть. Я подчеркиваю, он помогает нам, то есть он любит нас и ненавидит наши грехи, и потому помогает нам избавиться от них. И то, что я хочу подчеркнуть, это, что он избавляет нас от самих грехов, а не только от вины, от чувства вины и от других последствий греха. Конечно же, не от всех грехов сразу, не в совершенстве, но Писание говорит, что без святости никто не увидит Господа. И поэтому подлинная община Мессии будет к своим членам одновременно и милостивой, и требовательной, как и здоровая семья будет воспитывать детей в любви, что означает не только комплименты и конфеты, но и коррекцию, когда это необходимо. Итак, мы обсудили два признака, по которым общину Мессии можно отличить от мессианской тусовки. Остался третий – руководство, соответствующее библейским требованиям, и подробно мы поговорим о нем в следующей программе. Но сегодня хочу сказать пару слов о самой идее того, что вообще какое-то руководство есть. Один из параметров, по которым культуры разных народов отличаются друг от друга – это их отношение к власти, к руководителям. А восточные народы, как правило, относятся к начальству с огромным почтением, просто в силу того, что начальство – это начальство. Запад гораздо более демократичен, и там начальство уважают, но не боготворят. Еврейский народ в этом отношении самый что ни на есть западный. Чтобы вы поняли, до какой степени западный, я вам расскажу один из моих любимых израильских анекдотов про устав израильской армии, который запрещает рядовому крутить пуговичку на мундире офицера во время доклада. Ну, для тех, кто не понял, мы маленькая страна, у нас тут все свои, все в домашних тапочках. Нашего премьер-министра, конечно, зовут Беньямин Нитаняху, но вообще, на самом деле, для нас он просто Биби, как, наверное, вы знаете. Ну, вообще, кто сказал, что Биби умнее меня или тебя? Кто он такой? Почему премьер он, а не ты или не я? То есть, евреи не любят подчиняться, особенно израильтяне. У нас принято воспитывать детей не столько послушными, сколько самостоятельными и сильными. Овцы, пастырь, это все не про нас. Дело в том, что мы уже побывали овцами, когда нас ввели на заклание в газовые камеры 70 лет тому назад. Больше мы ими не будем никогда. Вот наши кредо. И каким же образом новозаветные понятия о пастырях и стаде могут воплотиться в нашей культуре? Что представляет собой еврейское и мессианское руководство, соответствующее библейским требованиям? Об этом через неделю. Спасибо. Шалам. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Редактор субтитров А.Семкин